Никому бежать не надо сюда, как раньше стоять, тут мерзнуть. Сидя в теплой операторской, управляем этим исполнительным механизмом, разделяем потоки. Исполнительный механизм управляет плужковым сбрасывателем. При помощи этой нехитрой установки продукция разделяется на две конвейерные ленты. Если сейчас все автоматизировано, то еще недавно технологу приходилось управлять процессом вручную. Здесь стояла кнопка, технолог приходил и на глаз смотрел, сколько продукции сюда отправить, сколько сюда. Ну, разделял потоки. Сейчас совместно с механиком доработали эту конструкцию. Поставили сюда современный исполнительный механизм, современный шкаф управления этим мэпом. Оператор теперь наблюдает за процессом при помощи камеры видеонаблюдения. Также, не выходя из операторской, специалист может контролировать происходящее на железнодорожных путях. Произошли изменения и в административно-бытовом корпусе. При подаче теплоносителя, в общем, у нас в БК ЦОГР часто приходилось регулировать вручную задвижки. То есть, когда-то жарко, приходилось краны закрывать, холодно открывать. В 21 век что-то надо такое сделать, чтобы уже не бегать в подвал, не регулировать отопление. Проработали, получается, индивидуальный тепловой пункт ИТП, с помощью которого у нас происходит регулирование подачи теплоносителя в кабинеты. Сейчас же подача тепла в кабинеты автоматизирована. Об этих улучшениях на ЦОГР СКРУ-1 мы рассказали не просто так. Все это результаты рационализаторских предложений энергетика Павла Лесникова. За его плечами 19 лет стажа в компании «Уралкалий». Только в прошлом году на производстве было внедрено 6 его предложений по улучшению рабочих процессов. Не случайно по итогам конкурса среди рационализаторов и изобретателей компании «Уралкалий» Павел победил в специальной номинации «Лучший активный рационализатор». Изобретатели-рационализаторы – это люди неравнодушные к своей работе, профессионалы своего дела, люди, которые полностью отдаются, полностью отдают себя в работе. Конкурс по рационализаторской и изобретательской деятельности поощряет сотрудников «Уралкалий» изменять компанию к лучшему. За прошлый год, к примеру, было внедрено 59 рационализаторских предложений. В том числе и благодаря этим идеям в компании совершенствуются технологические процессы, улучшаются условия труда, снижаются затраты. Как говорится, нет предела совершенству. Но «Калийщики» уверенно стремятся к новым высотам. Дальнейшего полета изобретательской мысли рационализаторам «Уралкалия» Желают Евгения Константинова, Михаил Морошкин и вся телекомпания «Соль-ТВ».